Уважаемые товарищи, заслушали мы доклады всех комиссий, и предлагается в первую очередь рабочим членам нашей организации выступить и высказать свое мнение за истекший период, как они оценивают работу нашей организации, что они бы хотели внести в эту работу нового, какие-то, может быть, замечания. Половина третьего. Есть у нас еще время. Выступили на извещание. 40 минут. Французов Николай Павлович. Сейчас я уже на пенсии. Здесь много молодежи. Рабочий? Бывший. Бывший? Бывший. Да. Вот как на пенсии. Я говорю, здесь много я молодежи вижу, а нашему поколению старшему необходимо передавать свой опыт молодым. Это обязательно нужно делать. Я хотел бы поделиться своим опытом, как я создал профсоюзную организацию на своем сестерейском хлебозаводе. Это, кстати говоря, вот здесь совсем недалеко отсюда, сестерейский хлебозавод. На нем я отработал более 20 лет. Когда я пришел на этот хлебозавод, была профсоюзная организация. И один раз я даже в нее обратился, когда я посчитал, что неправильно, мне лишили премии. Но, понимаете, вот есть разные профсоюзные организации. Я обратился к председателю профсоюза, на что он сказал, ну, как я могу пойти против папы? Ну, это против директора. Ну, я понял, что, в общем-то, бесполезно что-нибудь обращаться и что-нибудь ожидать от этой профсоюзной организации. Через какое-то время она сама распустилась. Я нисколько не переживал. Шло время, но, понимаете, чем дальше вы отходили от Советского Союза, тем сильнее закручивали гайки рабочим. Тем, что навелось все время труднее и труднее. Но я по жизни был такой, в общем-то, активный человек. Я всегда пытался себя защитить, защитить своих же коллег. Человек, вот, ходил к начальству, отстаивал как-то своих товарищей. Я даже подумал, может быть, и нам создать, снова создать профсоюз. Может быть, мне его возглавить. Ну, были вот такие мысли. Но, знаете, я человек всю жизнь проработал. Ну, закончил я восьмилетку. Закончил потом ПТУ. Получил профессию токарь-универсал. Потом закончил курсы шифереров. И 51 год я отработал водителем. Ну, в общем-то, я простой рабочий, без образования. Я думаю, ну, как я пойду? Это все-таки должность какая-то довольно-таки... Ну, как-то было нерешительно мне пойти. Ну, вот был толчок от начальника экспедиции, Надежда Николаевна, личная память, ушла из жизни. Она мне сказала, Николаевич, нам бы не помешало создать профсоюз. И я считаю, что вы могли бы вполне его возглавить. Ну, это был толчок, который мне был необходим. И я решил создать профсоюз. Для начала я съездил в горком профсоюзов, там, где мы раньше были членами профсоюза, профсоюз агропромышленных комплексов. Посоветовался с ними. Они мне подсказали, что, как, к чему. Я сходил даже к директору с предложением создать профсоюз. Он поддержал это предложение. Знал, какую ошибку совершил. Переурочили мы создание профсоюзов к общему собранию на хлебозаводе. Я выступил с предложением о создании профсоюза. Меня весь коллектив поддержал. И в профсоюз вступило 150 человек. Довольно-таки большая организация. В то время работало у нас 200 человек на хлебозаводе. Ну, как-то потихонечку. Ну, как что? Я, конечно, в горком профсоюзе. Мне там помогали. Надо заключать коллективный договор. Мне дали проект коллективного договора. Я пошел к директору с предложением заключить коллективный договор. Он пошел на встречу. Ну, так, в общем-то, с ним очень хорошо. Общались в первое время. Заключили коллективный договор. Ну, довольно-таки это несложно, не трудно. В общем-то, типовой коллективный договор сделали. Ну, большое дело. Создали комиссии. Комиссии по трудовым спорам, по охране труда. Еще какая-то там еще была комиссия у нас. Комиссии эти тоже. Они необходимы при профсоюзной работе. И вот эти комиссии, они очень нам помогали в свое время. Ну, с директором у меня постепенно портились отношения, потому что началось с того, что как-то вскоре после того, как я был избран председателем первичной профсоюзной организации, я на общем собрании, когда у нас было ощущение с хлебозаводом, виновного не нашли. И он решил всех работников частично, потому что никто не признался, частично лишить премии. Я встал и выступил, что Сергей Александрович, вы не имеете права этого делать. Не можете вы наказывать весь коллектив за одного человека, который украл. Такого не должно быть. Я категорически против этого. Найдите виновного. Позвольте, вызовите милицию. Пускай заведут дело уголовное, пускай ищут. Но весь коллектив, конечно, после этого он так на меня стал косо смотреть. Но, во всяком случае, никого не лишил. Я, наверное, в регламент не укладываюсь. Укладывай еще. Комиссии по трудовым спорам. Понимаете, тоже вот интересное дело. У нас вдруг решили сократить рабочее время. Для того, чтобы меньше платить. Вот рабочие работали 12 часов, 2 через 2. Вдруг решили сделать обеденный период. Раньше у нас было время, во время работы давалось время для приема пищи. Но это в свободное время. Там люди быстренько перекусили, опьют к печке. Потом сделали что? Нет, давайте, чтобы меньше платить. Будет у них не 12-часовой рабочий день, а 11-часовой рабочий день. Сделали это на производстве. Механиками сделали это. У них такой же точный режим, чтобы меньше платить. И получилась такая ситуация. Я был тоже против этого, выступал. Но я ничего не мог поделать. Это в праве администрации делать перерыв на обед. Я только потребовал, чтобы обязательно обеденный перерыв был зафиксирован. У кого когда обеденный перерыв? И вот тогда же получилась такая ситуация, что у механика во время его обеденного перерыва случилась авария на печке, и его на рабочем месте не было. Его за это лишили премии. Обеденный перерыв. Он подал заявление в комиссию по торговым спорам. Мы на комиссии по торговым спорам рассмотрели этот вопрос. Обосновали законно. Ему администрация вынуждена была, конечно, вернуть эту незаконную лишнюю. Потому что у него был обеденный перерыв. А обеденный перерыв – это его личное время. И он может его использовать по своему усмотрению, как хочет. А его за это забитный перерыв решили. В общем, были там и другие ситуации. Приходилось, доходило даже до того, что иногда, когда после обращения к директору он не шел на встречу профсоюза, нам пришлось дважды даже писать на комиссию. Как это, Михаил Васильевич, называется в городе по охране... Инспекция. Да, городская инспекция по охране труда. Уже столько времени не прошло. Дважды приходилось писать туда. Директора привезела комиссия. Директора оштрафовали. Сделали все так, как должен быть профсоюз. Второй раз, когда я написал, начальник отдела кадров попросила меня подойти к ней. Она со слезами на глазах просила. Николай Павлович, не надо, заберите, заберите. Мы сделаем все, как надо. Вы понимаете, профсоюз играет большую роль на предприятии. Но профсоюз именно настоящий, рабочий. Ведь для того, чтобы создать профсоюз, вот как был до этого профсоюз, я не знаю, как он создавался. Но толку с него никакого не было. А вот чтобы создать и возглавить профсоюз, я вот помню по себе, нужно, нужно, во-первых, большое желание, нужна смелость. Ведь иногда получалось так, что идти к директору, все-таки это начальство, большое начальство, ну а мы как-то рабочие, что идти к директору, как-то в поджилках трясется за него. Ну я вот как-то просто вышел из этой ситуации. Что он мне сделает? Что он? Уволить, работать. Да, у меня руки есть, голова есть. Я всегда найду себе работу. Ну что он меня? Жилплощадь у меня, квартиру от меня отнимет. Расстреляет? Не расстреляет. И что мне бояться-то? Я смело шел к директору. И шел на обострение с директором. Вот. Дальше что? Ведь в профсоюзной работе, вот я тоже хочу поделиться, нужно жертвовать собой. Вот в годы войны люди жертвовали своей жизнью, рая остальных. А здесь ведь тоже, ну конечно, не такая жертва. Ведь человек, который занимается общественной работой, у меня она была абсолютно бесплатная, эта работа. Абсолютно. Я только общественных началах ее делал. Я работал. Работал водителем. Постоянно работал. Неосвобожденный был председатель правкома. Вот. Ну, мне как в выходные дни, после работы, я занимался профсоюзной работой. Да, я жертвовал своим рабочим, свободным временем. В отпуске занимался даже профсоюзной работой. И это необходимо. Вы понимаете, вот это для профсоюзной работы, вот это жертвование своими личными какими-то желаниями, своими временем, оно необходимо. И это человек должен понять, усвоить, если же создавать профсоюз. А я считаю, что вот здесь всем, у кого профсоюза еще нет в организме, они должны, обязаны это сделать. Это необходимо. И бояться этому совершенно не надо. Совершенно не надо. Я говорю, я вот это постепенно, это входит, 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 постепенно втягиваешься, вблизаешься, изучаешь трудовой кодекс. Уже это, там необходимо изучать трудовой кодекс. Изучаешь, понимаешь все больше, больше, постепенно понимаешь, понимаешь. Ну что же, когда защищаешь рабочих, идет обострение с работодателем. Не надо этого бояться. Вот я говорю, не надо этого нисколько бояться. И вот это желание помочь. Вот мы здесь все сидим, мы все сюда пришли. У нас вот эта жилка, жилка внутри, она уже есть. Она уже как-то требует. Ну, видимо, может быть, у некоторых есть такое, тоже какая-то неуверенность в себе, какой-то страх. Ну, примените на все это. Создавайте смело. И вы, создавитель, будете помогать, помогать. А это необходимо, помогать рабочим. Это нужно, необходимо. И я вам скажу, вот я был 12 лет председателем первичной профсоюзной организации. И это были мои самые счастливые годы в жизни, которые у меня были. Так что желаю вам всем тоже создавать и счастье в вашей работе. Здравствуйте. Меня зовут Старцева Ксения, член Рабочей партии России Московской организации, университетский работник. Сейчас много говорили о том, что нужно передавать опыт молодежи, о том, что нужно больше привлекать молодежь. И я вам скажу, что это не пустые слова. Я тому служу живым доказательством. И меня приняли в партию в январе этого года. И уже в этот момент мне оказали большую честь и доверие, и рабочие голосовали за то, чтобы избрать меня на съезд делегатом с решающим голосом. Так что вся молодежь, которая хочет что-то сделать, хочет выступить, хочет, чтобы их мысли были услышаны, пожалуйста, приходите здесь в прекрасное для этого место. Чем я хотела бы поделиться? В Московской организации у нас непрерывно идет работа, мы непрерывно думаем, как улучшить нашу работу, как сделать наш контакт с рабочими более тесным. По примеру Артема Иванюка я написала заметку про Красногорский завод имени Зверева. Точечно, тематически, чтобы люди, прочитав эту заметку в газете, больше заинтересовались ей. И в конце мы с товарищами из Московской организации придумали поместить такую надпись. Ознакомиться с проектом коллективного договора, который мы подготовили для вас, уважаемые работники Красногорского завода. С ним можно ознакомиться на сайте и дать ссылочку. Мы выложили договор, который подготовила Анастасия Аникина, наш очень активный партийный работник, с которым мы постоянно выезжаем в поля, раздаем газеты. Ну и основную работу по коллективному договору по Красногорскому заводу сделала именно она. Мы попросили Сергея Сарайкина, нашего ответственного по пропаганде, создать специальную страничку. И замечательные слова. Сейчас доем яичницу и доделаю ваши правки. То есть в течение буквально получаса Сергей Сарайкин сделал такую страничку для того, чтобы мы в конце нашей заметки могли написать, на какой сайт нужно обращаться, в какое место. Я говорю, нужно покороче, чтобы удобнее было набивать в поисковике. Пау, Дефис, КМЗ. Ну, РПВ, МОСРУ, Пау, КМЗ. Мгновенно. Никаких вопросов. Мы все сработали очень дружно и очень слаженно. И вот сегодня Валерий Евгеньевич сказал, что он мою вот эту просьбу обязательно опубликовать эту заметку, на которую я очень надеюсь. Сегодня он и подсказал мне. Вот прямо сейчас мы с ним познакомились лично. Вот такой вот еще не опыт, но, по крайней мере, я уже могу поделиться тем, что сделано. Сделана работа, она сделана коллективно, дружно многими членами организации. Собственно, за опыт такой коллективной работы я хочу поблагодарить партию. Спасибо и спасибо за слово. У нас еще есть время немножко для перерыва, товарищи. Поактивнее, пожалуйста, принимайте участие. Все-таки, да, отчетник, пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Артем Сергеевич Ванюк, город Электросталь. Член рабочей партии с февраля 2018 года. Работаю на заводе Электросталь инженером в Центральной исследовательской лаборатории. Также являюсь членом молодежного парламента, буржуазного органа при совете депутатов в городе Электросталь. Я тоже хотел бы поделиться успехами в продвижении коллективного договора на нашем предприятии. Коллективный договор начал писаться на основании действующего коллективного договора, который, кстати, заканчивается в этом году. Мы рассмотрели действующий коллективный договор, отправили Ивану Михайловичу Герасимову, так сказать, получить консультацию, вообще, в принципе, оценить, насколько он хороший. Иван Михайлович сообщил, что достаточно хороший, но кое-что нужно дорабатывать. Ну, в первую очередь, это, конечно же, по реальному содержанию заработной платы, то, что у нас в коллективном договоре в действующем пока что написана индексация с учетом средств, наличия средств на предприятии. А так как работодатель, по примеру, Дмитрий Анатольевич Медведев, говорит, что денег нет, то и, понятное дело, что индексации нет. Вот. Соответственно, на первом этапе составления нашего проекта, на базе действующего, мы подключили Ивана Михайловича. Ну, а дальше, так сказать, уже потихонечку прирастая знаниями, стали действовать сами вместе с нашим коллективом. К сожалению, конечно же, пока у нас актив профсоюзный на заводе небольшой, численность небольшая. Ну, в первую очередь, это, конечно же, молодежь. Ходим по цехам, так как это наша непосредственно рабочая обязанность. А по цехам мы ходим очень по многим. Это и кузнечно-прессовые цеха, и прокатные цеха, и мои любимые стальплавильные, потому что оттуда моя карьера инженерная началась. И в первую очередь, конечно же, общаемся с людьми. В непосредственном общении выясняем то, что вот у этого проблема, то, что навалили на него обязанности, не заключая доп. соглашения, уже нарушение 151 статьи Трудового кодекса. Выслушиваем людей, объясняем, что, в принципе, это вообще у нас есть профсоюз, коллективный договор есть. Люди и этого не знают сегодня, представляете? При том, что у нас есть коллективный договор и профсоюзная организация Горно-Натургийского профсоюза России, первичка. У нас вот такая вот тотальная безграмотность среди работников на заводе. То есть наша первоочередная задача была вот с этой безграмотностью бороться. И боремся мы путем личного общения с людьми. И, конечно же, люди, когда видят, что ты хотя бы один раз уже прочитал Трудовой кодекс и приводишь конкретные статьи с комментариями, что нарушается, какие человек имеет возможности по своей защите и защите коллектива, то уже и отношение к тебе абсолютно иное в коллективе, потому что начинают как-то более-менее уважать. Так вот, как двигалась дальнейшая вся наша ситуация? В прошлом году мы проводили в московской организации семинар, на котором выступали с докладами, в том числе я выступил с докладом о разработке коллективного договора проекта для своего предприятия. Через некоторое время он попал на YouTube, на канал Рабочая ТВ Москва был опубликован. И на вторые сутки со мной связался мой правком. Мне позвонили и сказали, что Артем Сергеевич, есть ряд вопросов о вашем выступлении, как это вы нас не предупредили, выступили о том, что вы, значит, такую, как они выразились, подрывную деятельность ведете. Ну, на следующие сутки меня вызвал председатель, и два с половиной часа мы с ним общались. Стоит сказать, что выступление он пересмотрел, судя по всему, несколько раз, потому что конкретно по каждому пункту, который в проекте был описан, он проводил свое обоснование, как он считает, почему нам не нужно бороться за повышение реального снижения заработной платы, и почему необходимо не бороться за сокращение рабочего времени с сохранением заработной платы, почему необходимо бороться за то, чтобы был включен пункт о согласовании с профсоюзной организацией всех вопросов издания локальных нормативных актов работодателям проекта. Статья 8 Трудового кодекса. То есть такая была проведена со мной беседа в надежде на то, что меня сейчас перевербуют, я вновь стану про-МПР-овским таким родным профсоюзником, каким, в общем-то, и был до того, как вступил в Рабочую партию России, таким покладистым исполнителем приказов председателя. Конечно, хочу сказать, стресс испытываешь от таких бесед большой, потому что меня стали предупреждать, что если об этом выступлении узнает работодатель, то, скорее всего, профсоюз за меня уже никак не вступится, с учетом того, что у меня двое детей. Сказали, ты лучше подумай, стоит ли тебе вообще в профсоюзную тему лезть и этим заниматься. То есть такая была ситуация. Но хочу сказать, при поддержке товарищей Московской организации Рабочей партии России, мой стресс был ликвидирован, и энергия вновь была направлена в правильное русло. Через некоторое время была попытка у работодателя склонить меня, ну не то, чтобы склонить, а предъявить мне статью 81, пункт 2 Трудового кодекса, не пункт 2, прошу прощения, несоблюдение трудовой дисциплины. То есть за счет этого уволить как бы на законных основаниях. Тоже интересный был момент, так как работодатель у нас просматривает и соцсети, в том числе и YouTube, и Фонд Рабочей Академии, хочу сказать, тоже смотрит канал. Так точно, Михаил Васильевич. В общем, обратили внимание на время публикации моих постов ВКонтакте. Вызвал начальник. Говорит, Артем Сергеевич, мы не против твоей общественной деятельности, в том числе и ты член молодежного парламента, делегирован коллективом завода. Ну вот как же так можно? Вот 8, 0, 2, 10, 15, 14, 30. Статьи публикуются в рабочее время, а они же у тебя большие, значит ты в рабочее время их и печатаешь. Значит за это можно притянуть нарушение трудовой дисциплины. Собственно, как-то так сразу даже не растерялся, говорю, а с чего вы взяли что-то на рабочее время пишу? Вот детей уложил спать, иду на кухню, завариваю чай, пишу статью, ставлю таймер. А выходит статья в то время, и я потом это анализирую, когда больше всего будет просмотр. Я же заинтересован в том, чтобы больше людей прочитало. Поэтому какие могут быть претензии? Таймер и ВКонтакте, и в Одноклассниках есть. Собственно, на этом-то эта ситуация и завершилась. Вот, я пошел на свое рабочее место, и сразу понял, что отношение профсоюза, возможно это даже беседа с работодателем, была инсценирована председателем профсоюзного комитета. Я не буду утверждать, что это 100%, но скорее всего это было так. Потому что на его интересы, понятное дело, мы тоже наступаем. Раз мы стараемся работникам объяснить, во-первых, их интересы коренные, а во-вторых, их права, которые закреплены в законодательстве действующем. А раз они не знают действующего законодательства, то узнают. И понимают, что раз уж есть профсоюзная организация, которая обязана за улучшение условий труда биться, но не бьется, понятное дело, что возникает уже другая платформа на базе этой профсоюзной организации. И вот сегодня приводился пример того, что был создан альтернативный профсоюз. Где-то они действительно, вот есть два профсоюзные организации, две профсоюзные организации. Но мы считаем, что в нашем случае, при том, что членство нашей первички 97%, нужно действовать снизу. Позволяет у нас устав ГМП переизбирать предцехкомов? Позволяет. Дожидаемся срока, к этому времени готовимся, переизбираем председателей. Далее, цехового комитета, далее переизбираем председателя самой первички. Мы становимся боевым профсоюзом и бьемся за коллективный договор. Что-то хотелось мне еще вам доложить. Так вот, как мы еще стараемся сейчас бороться с ликвидацией безграмотности в Электростале? Так как в Электростале, кстати, это очень серьезный промышленный город. Это и завод Электросталь, в котором насчитывается около 5000 человек. Это и Электростальский завод тяжелого машиностроения, знаменитый на всю страну. Там около 4000. Машиностроительный завод, это корпорация ТВЭЛ, вообще атомная энергетика. Тоже около 4000. И Электростальский химико-механический завод, на котором делают средства индивидуальной защиты, которые используются даже на космодромах. Это защита от топлива ракетного. То есть нам есть где, Сергею Александровичем, работать. Плотно раздаем газеты, общаемся на проходных. И, так сказать, чтобы вот это общение на проходных получило дальнейшее какое-то развитие, мы решили пойти каким путем? Инициировать создание школы сознательного работника. Да, совместно с членами КПРФ и Левого фронта мы этого не стесняемся. Они нам предоставляют помещение. Вот буквально после съезда мы, наконец, будем проводить собрания. И на этих собраниях приглашать работников и объяснять им, что им полагается по Трудовому кодексу и какие их коренные интересы. То есть, в общем-то, раскрывать глаза на то, чтобы они подошли к своим предсокомам, взяли коллективные договора, прочитали. Ну, а дальше, понятная картина, разрабатывали фрагрессивные договора совместно с Фондом Рабочей Академии и учились в Красном Университете. И закончу речь следующим. Вот сейчас сложилась очень тяжелая для работников обстановка на нашем заводе, на заводе «Электросталь», у нас в газете «Металлург». Кстати, я думаю, что во многом благодаря тому, что у нас очень плотно организованы раздачи, и газеты дошли до работодателя и до исполнительного директора, исполнительный директор пришел в правком и дал комментарии о том, как завод до конца 2019 года будет развиваться. И в открытой печати у нас было зафиксировано в статье о том, что сейчас на заводе, ну, на начале апреля работало 5 115 человек, до конца года должно остаться 4 тысячи. То есть, представьте себе, 1115 человек за год должна лишиться работы, за апрель уже сократили 650 человек, и, соответственно, 400 с чем-то до конца года должны сократить. Меня, естественно, туда никто не пригласил на это совещание, потому что я не председатель цехового комитета. Я получил эту газету в почтовом ящике, прочитал, и, в общем-то, пока дети спали, набросал ответ на эту статью. И благодаря тому, что у нас социальные сети сейчас хорошо развиты, раскидал там всем своим знакомым заводчанам, и молодым, и не очень молодым, на прочтение эту статью, и, можно сказать, она действительно взорвала наш завод электросталь, общество наше, в том плане, что что-то действительно уже идет не так. Хотя это, в общем-то, невооруженным глазом видно. Людей сокращают. Четырехдневка у нас была осенью. Правком пишет, одобрено с учетом мнения профсоюзной организации. То есть, представляете, до такого вот доходит. И, конечно, после того, что статья набрала порядка 3000 просмотров по статистике ВКонтакте, буквально несколько дней назад мне звонит правком и говорит, Артем Сергеевич, мы узнали о том, что вы разрабатываете там, ваши организации, фонд рабочей академии, разрабатывают коллективные договора, и мы хотели бы ознакомиться с проектом вашего коллективного договора. Может быть, не все, но что-то мы включим в проект того коллдоговора, который они готовят, потому что в 2019 году закончится действие того, который действует. Вот, поэтому, что сделал? Переслал им наш проект коллективного договора, перед высылкой еще там ряд моментов, конечно, улучшающих жизнь работников. Написал, написал комментарий, потому что, если прочесть там какое-то улучшение без комментариев, я думаю, что работники нашего профсоюза не поймут просто. Это нужно беседовать и доказывать, почему это необходимо. Во-первых, это, возможно, на основании Трудового кодекса позволяет улучшать он положение работников, а во-вторых, это необходимость из-за того, что есть такие интересы у коллектива. И, в конце концов, научно обоснованно. Я вот на данной работе держу экземпляр книги «Развитие профсоюзного движения России» Александра Владимировича Золотова. В свободное от работы время почитываю, перечитываю, я каждый раз все глубже-глубже нахожу там очень много интересного. И это в большое подспорье, вот эта книга, в общении с работниками предприятий. Те, кто раздает газеты на проходных, но не имеет доступа на само предприятие, у них мало времени на общение с работниками. А те товарищи, кто работает на предприятии, здесь уже совсем другая картина. Здесь есть о чем поговорить. Там, может быть, в курилках, где-то там в автобусе в заводском, переезжая из цеха в цех. Потому что, знаете, вот едешь в автобусе, а изо дня в день одни и те же вопросы. Сокращают, зарплата не растет, проблемы такие-то, навешивают дополнительные обязанности, недоплачивая. То есть, вот для работников завода, членов партии, ну, можно сказать, золотое дно. Можно работать целыми днями. От 8 часов утра до 17.00, если те, кто в дневную смену, ну, а те, кто по трехчасовой смене, тут и подавно. Вот, поэтому, завершая, уже извиняюсь, что из лимита выбился, просто очень хотелось об этом доложить. За год, я считаю, у нас в электростале колоссальная работа проведена. Планы, так скажем, наполеоновские, готовы работать и дальше. Сочувствующие у нас в электростале есть. На заводе электросталь есть. И хорошо, что это молодежь. И это просто замечательно. Мы общаемся на одном языке. Я надеюсь, что к следующему году мы сюда электростальской ячейкой приедем, уже расширенной, с новыми членами. Добьемся больших успехов в профсоюзной борьбе на заводе электросталь. И в том числе начнем активную борьбу за коллективные договора на наших соседних предприятиях города. ПЗТМ, Машзавод и Химпром. И всем нам хочется пожелать успехов и побед в борьбе за общее дело. Спасибо. Если есть вопросы, готов ответить. Можно отплачивать. Вопросов нет? Какая-то у вас зарплата, которая растет, размер? Ну, вот, кстати, на основании анализа финансовых отчетностей, бухгалтерских отчетностей, которые мы сделали за последние пять лет, в 2018 году средняя заработная плата 55 тысяч на заводе электросталь. 55 тысяч. Но стоимость рабочей силы, как уже было озвучено, она чуть больше... А у рабочих? Я не могу сказать, какая зарплата у рабочих, потому что у меня нет доступа к расчетному отделу нашего предприятия. Но могу сказать, что люди, которые работают, например, на печи старой плавильной, дуговой, 20-тонной, у них порядка 70-80 тысяч. Мы в ЕТР, вот у меня заработная плата 40 тысяч, ни в каком случае не скрываю. Но я понимаю, что я заинтересован в том, чтобы рабочие улучшали свои условия труда и вообще свои, отстаивали интересы, потому что я смогу жить лучше только тогда, когда рабочие станут жить лучше, а не наоборот. У электрика, в принципе. Да, да, здорово. Ты инженерно-технический работник? Инженерно-технический работник, центральный... Вы в подчинении тоже люди, да? Нет, у меня нет в подчинении людей, я в подчинении. А, ты их подчинен. Ну, вот эта вот работа инженера, так как в нашей технологической цепочке я занимаюсь гранульной металлургией, это вот такой достаточно новый вид направления в спецэлектрометаллургии, позволяет посещать большое количество цехов. И, соответственно, ты общаешься с большим количеством людей. Такое огромное подспорье, которое позволяет и проект колл-договора показать, и человеку дать книжку почитать нашу, например, товарища Золотова и трудовой кодекс и газеты занести. Вот у меня специально есть тревожный чемоданчик, я его так называю. В тревожном чемоданчике всегда лежит за рабочее дело народная правда и немножечко правда труда. Ну и вот как бы, так как уже знаком с большим количеством людей, захожу, говорю, здравствуйте, вот свежая газета, пожалуйста. А чем объясняется, что более тысячи человек должны покинуть предприятие? А в статье исполнительный директор сообщил о том, что, значит, во-первых, какая-то появилась новая тендерная система по заказам, это раз. Во-вторых, резко выросли цены на материалы, это там на никель, на редкоземельные металлы, на 40%. Вот. Но невозможно это доказать по статье, потому что мы никак вот к этим экономическим показателям не можем обратиться для анализа. Все, что вот есть, это вот булгартерская отчетность, опубликованная в открытом доступе, в которой все по-общему написано. И то на основании нее, хочу сказать, благодаря тому, что вот у нас есть книжечка такая красная «Марксизм в борьбе за современный, за социальный прогресс», на 90-й странице, я уже на РКР об этом говорил, есть статья товарища Кучука, в которой изложено, как рассчитать степень эксплуатации методом Маркса. И хочу сказать, что мы… Макса Кучука. Я хочу сказать, что на заводе электростайли мы этим пользуемся расчетом. Когда человеку говоришь про шестичасовый рабочий день, для него это как снег на голову, он не может это осмыслить. И понятное дело, и я вот когда узнал о шестичасовом рабочем, не мог осмыслить, еще, кстати, очень долго, наверное, только в прошлом летом, хотя вот в феврале вступил в партию. И когда я провел этот расчет для своего завода, увидел, что степень эксплуатации порядка 150%. И с года в год она там вот так вот плавает. Где-то там чуть больше времени рабочего получилось, где-то чуть меньше. Но зато вот с этим расчетом, идя к человеку и показывая, вот основание-то, можно чуть-чуть сократить, ну пускай даже на полчаса для начала. Рентабельность не сильно пострадает у работодателя, а у тебя появится полчаса времени на то, чтобы изучить трудовой кодекс, с коллективом в конце концов собраться, не пиво пойти пить там после смены, а на сущных делах поговорить, что улучшать. Вот. Так что вот этим расчетом, кстати, хочу напомнить, мне кажется, нужно пользоваться всем. Этот расчет должен быть проведен для всех предприятий и использоваться как инструмент пропаганды. Вот. Самым главным образом. Рассчитать стоимость рабочей силы, рассчитать степень эксплуатации, исти, показывать людям, объяснять и доносить до них сведения. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, объявляйтесь перерыв. Час. Продолжение следует...